Это сюжет, оставшийся в следующем, что в любом связанном графе на музыке. Если посчитаешь, сколько у него вершин, сколько у него граней и сколько ребер, ну, единственное, я здесь уже две картинки стёр. Поэтому, для того, чтобы вам стало всё понятно, давайте я... Здесь был нарисован вид сверху куба, когда вы подошли и посмотрели на его вершин граней, да? А здесь был нарисован куб в таком положении, в котором его довольно часто рисуют. То есть, вот представьте себе, вот так. Так, давайте считать вершины. Один, два, три, потому что эти переченьки тоже считаются. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, а здесь вершины? Ну, куба, сколько, наверное, верить из меня, знаете, куба, конечно, восемь вершин. Проверяем. Восемь вершин, а здесь десять вершин. Так что, представьте, там и было записано. Ну, и теперь посчитайте, сколько ребер. Ребер вот это вот. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Ну, действительно, написано шестнадцать ребер. По обычному кубу двенадцать, наверное, вы знаете. И вот, и грани, грани, отпусти плоскости, вот такие, которые ограничены ребрами. Проверьте, пожалуйста, что здесь их восемь, а здесь шесть. Так вот, господа, оказывается, что какой бы связанный граф на плоскости вы не взяли, обязательно окажется у него В минус Э плюс Г равно Р. То есть, если вы сложите количество вершин с количеством грани, то получится число на два больше, чем количество ребра. Одно за другим стирать ребра в следующем области. Вот давайте объясню, только я возьму вот эту четвертую картину. Посмотрите, беру тряпку, беру какое-то ребро, например, вот это. Его стираю и говорю, что граф у меня пока остался связанный. В нем две грани стелились по одному, то есть количество грани уменьшилось на один. И в нем у нас количество вершин не поведилось. Значит, если вы посмотрите вот на это выражение В минус В плюс Г, то в этом выражении что произошло? В не изменилось, Р на единицу уменьшилось, В на единицу увеличилось. Это не изменилось, а вот эти числа на единичку уменьшились. Но они были сразу на знак, поэтому выражение от этого не изменилось. Отлично. Дальше стираю следующее. Дальше стираю еще одну. Дальше стираю еще одну. Еще одну. Вот. В какой-то момент эта процедура на самом деле остановится. Вот сейчас я уже больше не могу стирать без того, чтобы картинка не распалась. То есть если я стираю, чтобы это ребро, то получается две компоненты. Но я могу изменить свое поведение и могу, значит, смотрите, стирать уже не объединяя грань, потому что у меня все, у меня уже одна большая грань, а у меня уже объединяет гранью, точнее, а стирать вершину с ребром. Что это означает? А вот здесь вершина ребра, стираю, вершина с рябком, стираю, вершину с рябком, стираю. Ну и последний раз вершину стираю, остается одна точка. Но когда осталась одна точка, то есть одна вершина, ноль ребер, одна грань. Один минус ноль плюс один – это как раз два.